Жаловаться можно! Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире. О полной перечне обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяются дежурные народной приемной на этой неделе. Это Павел Фитилев. Паш, на что жалуются люди уже в новом году? Жаловаться не перестают, обо всем расскажем. Нам дозвонилась Надежда Васильева из поселка Жасминный. Она жалуется на энергетиков. Говорит, что возле домов на улице Майская, которой день течет вода, затопило по бордюру. Не пройти, не проехать, как говорится. А жители многоквартирных домов на улицах Газово и Скаморохово жалуются, что их отрезали от внешнего мира. Жильцы соседнего дома установили ворота и проехать к своим подъездам они теперь не могут. Не доберется и скорая с пожарной. К тому же горожане говорят, что дорогу рядом с домом асфальтировать пока не собираются. Еще на что жалуются? Телезрители возмущены, почему стадион Маяк на улице Верхоянская не заливает полностью водой. Каток работает, но лед на нем оставляет желать лучшего. Проблемные вопросы, так сказать, с количеством воды. Много воды тратится. Жители иногда остаются недовольны этим. Поэтому заливается только сколько, как говорится, возможно на данный момент. Но чиновники пообещали решить эту проблему, сейчас они этим занимаются. Спасибо, Паш. Дежурный народный приемный Саратов-24 Павел Фитилев рассказал об обращениях, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые жалобы. Если есть возможность их проиллюстрировать фотографиями, будем только рады. Продолжение следует...